Принт-тех 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 У меня выставка произвела, хотя я только что сегодня приехала, но на меня произвело неизгладимое впечатление по количеству людей. То есть, в принципе, я уже думала, что выставки в России, они такие умирающие. Все в основном стремятся поехать куда-то за рубеж, чтобы посмотреть там какие-то новинки, ну на крупные выставки. А сегодня просто кардинально противоположное, что мы видим здесь. Огромное количество народу, полиграфисты, а большое количество питерцев, что тоже очень уникально для Москвы. Вот. И этим, наверное, эта выставка очень сильно войдет в историю с тем, что столько много народу посетителей. Что интересует полиграфистам в основном? Полиграфистов интересует прежде всего, что будет дальше. Как развиваться, в какую сторону, на чем узко специализироваться и где найти то самое заповедное место, которое еще никто другой не нашел. Ну и, конечно же, любая оптимизация процессов в действующих типографиях, естественно, тоже. На стенде компании «Рикох» каждый посетитель мог лично протестировать новые профессиональные цифровые печатные машины бренда. Кстати, стенд «Рикох» порадовал и простыми человеческими зрелищами, мотоциклами и танцующими красотками. Большой популярностью пользовался стенд компании «Терем». Коллеги демонстрировали полиграфистам новую восьмикрасочную узкорулонную печатную машину «Вейганг ЗЖР-33», обещающую оттянуть на себя долю продаж в данном сегменте оборудования. Технологические особенности машины, комплектации европейскими составляющими и ценовая политика способствуют столь амбициозным планам. Особенность выставок «Принтех Росупак» никто не ратует за сохранение прошлогодних мест. С одной стороны – постоянная новизна, с другой – бесконечный поиск. printnews.tv с большим удовольствием отметил активность не только экспонентов из Санкт-Петербурга, но и гостей-типографов. «На выставку я приехала, наверное, спустя года три и поражена, честно говоря, обилием народа и стендов, и очень оживленно. Есть интересные новинки. В частности, мы обратили внимание на итальянскую машину по изготовлению детских картонных книжек. Очень оригинальная разработка. Сейчас мы еще смотрим цифровые машины. Они практически представлены здесь всеми производителями, такими монстрами, как Xerox, Hewlett Packard, Ricoh. И, в общем, если мы решим все-таки развивать это направление, то здесь мы, я думаю, свой выбор уже сделаем». «Хочу, наверное, сравнить с прошлым годом. Выставка значительно выросла. Появилось больше участников, больше знакомых участников, которых не было раньше. Это, наверное, говорит о том, что полиграфия поднимается из мини-болота, в котором она находилась последние несколько лет. Много Китая, много наших поставщиков, которые везут Китай, много аналогов хорошей качественной техники. Не знаю, насчет их качества не проверял, надо смотреть в реалии. Но, как минимум, функционал заявлен интересный. Много новинок с февровой техники, достаточное количество полоспечатки. В общем, интересно, пока успел посмотреть процент за 3 часа, процентов, наверное, 50-60. «Здесь всегда все собираются. Это отличная возможность обменяться мнениями, почувствовать, наверное, пульс рынка. И за этим я приехал сюда. Здесь много интересного. Какие-то новинки. Каждая компания, которая производит оборудование, они стараются показать именно на этой выставке то, что они за эти год-два смогли изобрести, сделать. Здесь есть новинки у Ксерокса, я видел, у Рика, Шмет, Дуплок. То есть все основные поставщики, они все везут сюда показать то, что они хотят на нашем рынке продавать. С точки зрения масштаба выставки, конечно же, я вижу, например, расширение, расширение репертуара, расширение поставщиков, посетителей. Как человек, который представляет университетское книгоиздание, хочу заметить, что очень много сегментов малой полиграфии представлено, которые нужны именно научному, учебному книгоизданию, поскольку это 30% ассортимента всей выпускаемых год в России литературы. Естественно, поражают сегодня некоторые новые технологии, которые показывают нам пастучки. Например, Ксерокс представил модель Версант с контроллером качества печати. Рикова представляет печать желтым и белым. Это очень интересно для нашего рынка. Апитек представляет много финишингового оборудования. Естественно, вот я здесь даже не один, с коллегами мнение у нас такое, что все это развивается, растет, ширится. И мы рады тому, что сегодня выставка гораздо ярче, богаче, чем в прошлый раз. Практически каждый год посвящаю выставку Уросупак, Принтех. В этом выставка особенная. Чувствуется, что полиграфия оклемалась и пошла вверх. Даже это не касается конкретных, наверное, контрактов, но общее настроение, оптимизм. В глазах уже искра. Видимо, все собственники на распуте то ли сворачивать, то ли как раз развивать. И вот сюда приехали те, которые развивать, и их достаточно много. А то ли третьи, которые понять, развивать или сворачивать. Ну, вот такой общий настрой говорит о том, что вроде как надо развивать. При этом интересный эффект. Есть такое понятие год после друппы, да, прошлая была друппа. Вы должны были в прошлом году покупать оборудование. Такого не произошло. Видимо, некоторые из-за всех этих наших любимых кризисных явлений сдвижка. И вот сейчас, вот-вот-вот разгоняется. Я тоже не просто так. Думаю, что надо усиливать послепечатное хозяйство. Вот тут веду переговоры. Так что живыми, живыми. В последний раз все крупно закупались перед 2008 годом, перед кризисом. Потом все это схлопнулось. Вот 10 лет уже надо обновлять. И где-то уже понятно, куда двигаться. Ну, я резальное оборудование уже купил. Ям Интернешнл перфекто. Переговоры веду разные. То ли Гигитальберг, то ли Хорайзен, то ли МБО. В этом году две типографии северной столицы отличились. Санкт-Петербургская образцовая типография – стендом в виде петербургского дворика. Печатня – произведенным ребрендингом. На выставке были широко представлены расходные материалы для печати. Переплетные материалы, бумага для различных видов печати, дизайнерская бумага, картон, фольга для тиснения, чернила и многое другое. Общее впечатление – несомненный рост полиграфических выставок Росупак и Принттех и видная невооруженным глазом активность рынка.